привет привет добро пожаловать в новый влог это лишь маленькая часть того за что я так сильно люблю осень сегодня увидела эти цветы причем сразу разные да и разных размеров форм и расцветок не смогла пройти мимо купила специально два букета для того чтобы у меня получился один большой ну что готовимся к линейке и к школе мой сегодняшний вечер прошел за сборами детей в школу чтобы они там ничего не намешали погладила кое-что сейчас еще нужно загнать их чтобы начистили себе туфли на линейку попросили у меня новые рюкзаки вообще там они не очень много всего носят с собой книги у них все в школе у захара единственное что тяжелого будет это ноутбук но мы их все равно завозим и потом рюкзаки у них стоят в школе они достают там необходимые предметы поэтому я не заморачивалась чтобы спинка была прям супер плотной но если конечно ребенку нужно было бы много всего носить то наверное взяла бы вообще на колесиках они у меня футболисты поэтому у игната барселона а это у захара реал мадрид и мы искали другую расцветку но их настолько быстро размели поэтому выбрали светлые думаю что он быстро запачкается но в общем главное что такие как надо как они хотели мне так больно смеяться после операции но сама шучу сама смеюсь короче так еще у них в школе обязательно обувь то есть у них сменная обувь и должны быть черные кеды или кроссовки с белой подошвой и я каждый год покупаю им вот такого плана от разных фирм с сеточкой чтобы они там сильно не запарились надеюсь что не будут возмущаться что здесь есть какие-то полоски но пусть не преувеличивают а вот это в мешочках у них отдельно вещи для физкультуры и также для танца там леггинсы черная белая футболочка и черные чешки а это я уже погладила им школьные рубашки наконец-то на 1 сентября им разрешили идти без кардиганов у них кардиганы на каждый день одни а на линейке на всякие праздники чуть другие свитерки они кардиганы то есть они не застегиваются спереди и сказали что должна быть рубашка с эмблемой и каждый год знаете они ходили 1 сентября с этими блин свитерками их было так жарко это сказали купить рубашки поэтому заказала у нас есть сайт где ну вот можно купить всякое школьное там именно и галстуки их любимое дети тоже не любят галстуки как и многие мужчины и штаны у нас я не покупала фирменные не больше всего нравятся штаны next и у игната серый цвет а захар переходит старшую школу поэтому у него черный и на линейку купила ему со стрелками мужские прям брюки брюки а потом если не забуду покажу вам на каждый день чуть другие такие типа элегантные но на резинке спереди они проще одеваются в принципе так не жмут у меня сегодня третий день после операции если бы вы знали насколько эта тема меня уже достала вот по самое горло может даже больше я надеюсь что когда-то я сама дойду до того этапа что все она будет навсегда закрыта и не буду об этом упоминать но это тоже часть моей жизни и вы должны понимать что любое хирургическое или даже косметологическое вмешательство в организм человека может иметь какие-то и негативные последствия и не приносить таких результатов как мы того ожидаем а иногда могут быть осложнения и вот у миллиона человек все хорошо а у вас будет по-другому и у меня наверное именно тот случай я приехала из реабилитации помыла голову связала в пучок мне сейчас сложновато делать какие-либо укладки в принципе так жарко за окном что они сами высохнут и хрен с ним давайте я вам покажу как это сейчас выглядит вот такая вот заклеенная синюшно-желтая тут прям черный синяк ситуация как на третьем месяце беременности говорят что это тоже пройдет поэтому я на этапе наша песня хороша начинай сначала и пусть это будет хотя бы начало конца я уже на большее даже не рассчитываю потому что я никогда бы не подумала что будет вот так вот и зачем я это все вам говорю мне хочется надеяться что не то чтобы женская мезогения совсем исчезнет но если она станет хоть на долю меньше я уже буду считать что я какая-то маленькая человеческая миссия выполнена почему мы женщины так сильно ненавидим друг друга лично мне это непонятно мы настолько мощные сильные если бы мы сплотились мы могли бы горы перевернуть если мы были друг другу опоры если мы друг друга поддерживали наш мир стал бы немножко лучше и добрее но жизни это так не работает и наверное это мои какие-то детские что ли мечты и вы знаете я не то чтобы там как-то хотела получить идеальный живот меня бы устроило хотя бы не хуже чем было раньше но дело не в этом я вообще ввязалась во всю эту историю из-за беременностей и мое тело многое прошло оно подарило жизнь двум нашим сыновьям и до после операции но тем более никогда не будет прежним и это тоже нормально и я наверняка еще буду выслушивать сто миллионов раз о том что как ужасен шрам на животе и так далее это моя история это часть моей жизни это что-то что вытекает просто из определенных событий в частности из-за осложнений после операции но это было неизбежно и это нужно было сделать поэтому вот так вот у меня складывается блин обидно обидно ли мне конечно обидно но вот такой у меня организм который не особо любит когда его трогают по необходимости а вот что касается ботокса вы знаете на других мне прямо очень нравится на себе я до сих пор не могу привыкнуть к своему новому лицу можно сказать потому что брови приподнялись мне кажется что это делает меня чуть строже знаете такой сучий взгляд появился и у меня более такие нежные черты лица и попробовала да и попробовала придется мне потерпеть где-то месяца три когда это отпустит буду ли повторять не знаю наверное нет скорее чем да мы и это уже проходили только я решила в этот раз поделиться с вами что сделала да и сделала и я рада что это хотя бы не губы или не пластика носа или не знаю там круговая подтяжка лица которая тоже может быть не такое как мы ожидаем вот это был бы настоящий трэш ну вот не знаю почему то мне не идут какие-то вот знаете даже минимальные изменения хотя кто его знает может пройдет время я скажу блин как классно было с идеальным лбом и вообще я в принципе научила себя не дергать бровями и как-то слишком много мимики не использовать у себя на лице поэтому ну наверное и без ботокса можно было жить сделала да и сделала фиг с ним мы здесь с вами не для этого собрались но о женской мезогении очень советую вам почитать потому что эта тема река когда ты там просто сначала строишь карьеру или в принципе не хочешь детей остальные женщины очень часто задалбывают тебя вопросами а когда ты будешь рожать а потом а когда за вторым а почему это ты лежала на сохранении а вот я не лежала а почему это ты не кормишь грудью а вот я своей до трех лет кормила а почему это так разжирела во время беременности а почему это ты не как модель сразу после родов а почему это так сильно похудела это выглядит не здорово и это просто бесконечно и это не нормально и что самое даже не интересное а парадоксальное это то что мы женщины часто сами себе это делаем зачем вот если бы вот так вот сплотиться сказать блин ты там молодец все пройдет давай давай вместе как-то поделиться своим опытом меня лично это очень сильно вдохновляет они там знаете сплотиться во имя того чтобы загнобить другую в чем смысл мне от этого точно не холодно не жарко я знаю что я задену другого человека я не знаю в каком состоянии ее здоровье я не знаю через что она сейчас проходит и в психологическом плане и и физическом и так далее и все одного будет так другого по-другому все люди делают свой выбор в том числе и вообще не иметь детей моем окружении достаточно много я бы даже сказала близких мне людей женщин которые не хотят детей и я никогда не задавалась вопросом почему ну типа если человек сам не начинает этот вопрос то я его не донимаю этой темой и у меня в принципе в голове даже нет мысли типа а чё это там я уже 30 плюс она до сих пор никого не выродила значит потому что или здоровье не позволяет или у нее нет партнера с которым она хотя бы хотела бы родить ребенка или финансовое положение не позволяет ли она просто не хочет детей это ее блин право если она сама мне как-то не осветит свою точку зрения или своего положения то зачем мне вообще к ней лезть я решила иметь детей теперь у меня куча последствий связи с этим но для меня это мелочь у меня два классных сына если кто-то не хочет это тоже их выбор проехали я хотела вам показать новинки от бренда раут которые ко мне приехали я не знаю почему я так только что сказала в общем я тоже насмотрелась реклама мне тоже интересно на мне сейчас биби крем я уже сделала брови с ботоксом с приподнявшимися бровями я не каждый день могу сообразить как мне теперь их красить чтобы они не были бровями мефистофеля и я себе купила девочки пептидный lip tint в оттенке ribbon и румяна в оттенке sleepy girl там были те которые меня манили больше но мне показалось что они слишком похожи на уже имеющиеся у меня румяна в таком оттенке знаете пыльные розы даже немножечко такого загорелого что ли лица и мне казалось что упаковка румян более достойная еще хотите прикол только что снимала распаковку для инстаграма немного их выкрутила и они назад не закручиваются это конечно неприятно но теперь нужно аккуратно их закрывать для того чтобы они не испортились до крышкой не задеть если вы знали сколько я заплатила за это счастье у нас официально не представлен бренд road поэтому я покупала у тех кто доставляет это все из америки и это прям крыло самолета давайте сначала нанесем липтинт мне конечно губы не сказать что большие вот так это выглядит без карандаша кстати не имеет никакой отдушки это наверно плюс на губах это конечно сильно приятно чем-то похожим на кларанс но потом вам скажу имеет ли смысл настолько сильно переплачивать консилер я сделаю в самом конце и бронзер после румян что-то мне страшно с таким цветом ну ладно угол имеем то что заказывали кстати они супер кремовая прям очень о и немножко засунулись обратно чем его растушевать можно даже девочки по интенсивнее тут давайте спонжем спонжем мне нравится больше гулять так гулять да у меня плохие новости это реально классное средство немного на нос типа мы припеклись на солнышке это прям прикольно прям вот классно остатками немножко в складку века сильно много я бы его не тушевала то они как будто совсем снимаются оттенок очень красивый я не прогадала у меня уже знаете онлайн часто глаз алмаз добавлю кремовый бронзер поэза это гениальное средство они нужны в косметичке каждой я не преувеличиваю вы похожего даже в люксе не найдете такие у меня в оттенке 02 куда я собираюсь знаете никуда мне хочется как-то немножечко отвлечься развлечься потому что я лежала последние два дня дома я задолбалась лежать и заниматься какой-то нудной работой хочется чего-то для души прям так натурально да получается добавила на нос я не знаю когда закончится эта жара моя камера бесконечно перегреваться у окна настолько у нас еще тепло прямо осень не собирается приходить я надеюсь это не значит то что теперь у нас будет осень аж до мая и не будет нормальной зимы и и консилер у меня сегодня будет по рекомендации одной моей доброй зрительницы это тарт шейп тейп только рейден то есть это сияющий такой кремовый но все равно нужно наносить немножко во всяком случае я так люблю зафиксируем это все пудрой в этом томик приехал у нас проблем с этим с водоканалом а что если все это великолепие нанести на губы а вот это уже мне еще больше нравится тут я кажется за ну что поверх бальзам посмотрим как это будет носиться девочки ну первое впечатление у меня максимально классные не за такие деньги с переплатой как купила я если сильно хочется то почему нет если вы живете в тех странах где это доступно то ну как бы я купила себе и другие оттенки уже даже на этом этапе у нас вчера был первый день в школе бедный гнат так плакал так расстроился один из поводов почему мы думаем о том не стоит ли сменить школу если нам сильно повысят цену у нас ушло очень много детей со школы в основном тоже из-за цен ну где-то около 1 3 а класса игната в том числе его лучший друг и он сильно переживал они вообще знаете как двоюродные братья не разлей вода и все лето помимо школы мы очень часто встречались с родителями его к себе забирали они к себе собирали и бедра спала с ним него было так жалко он не мог уснуть он так плакал прям взахлёб знает мне вот как маме настолько за него обидно я конечно старалась поддержать его как могла но я понимаю что в его жизни это достаточно болезненный такой период и для меня там может быть знаете мелочь для взрослого человека но для него это трагедия вселенского масштаба но как-то будем знаете справляться захар перешел в старшую школу у него там уже поменялись все учителя помимо классного руководителя потому что история у них началась еще с четвертого класса и в пятом классе тоже он будет ее вести и будет их классным руководителем то есть захар доволен и вот интересно что в классе захара один человек ушел но на замену пришел новый мальчик и там но по факту особых изменений нет а тут приходишь и так много твоих друзей нет и я надеюсь что как-то но все уляжется успокоиться и мы будем поддерживать ребят настолько насколько можем мы не стараемся быть какими-то идеальными родителями но я по тебя делаю все что могу и стараюсь как бы поддерживать ребенка детей на каждом этапе всех их каких-то сложностей и так далее даже когда это кажется абсолютной чепухой которая не важна но дети в этом очень сильно нуждаются ну а сейчас я иду в сад потому что у нас там проблема с сантехникой где-то то ли что-то прорвало короче всю ночь лилась холодная вода хоть бы трава хоть поливалась тут вообще впустую и трава сухая блин и на счетчике накапала неприятно мне приехала посылка из резерв я там за копейки девочки на финальной распродаже еще была дополнительная скидка 20 процентов заказала какие-то летние вещи они мне пригодятся следующие поездки но решила посмотреть что это за укороченный тренч точнее даже пальто вот тренч знаете он был бы совсем таким тоненьким а я хотела себе какой-то укороченный решила глянуть на это пальто в реальной жизни хотя я собираюсь в торговый центр не знаю как там с моим опухшим животом сейчас ну возможно сходим и тоже буду снимать примерку что тут такого подумаешь а вот это пальтишко в елочку как видите коричнево-бежевая сверху а у нас такие типа как погоны какие-то штучки интересные пуговицы красивые с брюками на завышенной талии или даже с обычными джинсами здесь несколько процентов шерсти то есть на начало осени не более того и спереди застегивается на две пуговки точнее как на одно и одна внутренняя вот на подкладке такой коричневой я в спортивном костюме потому что мне так удобнее всего я леггинсы на завышенной талии и они как раз держат все хорошо потому что от бандажа я устала в эти дни как вам такое пальтишко мне по моему нравится поправлюсь потом еще посмотрю как это будет с брюками вот сзади видите такой элемент не знаю насколько актуально остальное потому что это все-таки прям лето-лето но красивые цвета такой приглушенный коралловый горчичный золотисто или песочно-бежевый там черное платье еще жду белое и мне нравится то что не однотонная расцветка черепаховые пуговицы прошлом блоге мы с вами так слегонца обновили интерьер но на самом деле я честно волновалась сильно и мне нужно было чем-то заняться и я тогда не смогла найти вот эту лампу как отнесла ее на чердак ну хоть убейся не было ее тут зашла и сразу увидела после операции короче видите она такая плетеная внизу и сверху кремовая это пепко постоянная их коллекция она там регулярно есть я подумала что вот как раз на фоне и наши травы малые бац поставили сюда свои ворота припарковали и здесь поэтому теперь у нас такой вид из окна а еще девчонки небольшой апдейт во первых вот эти наволочки из джума в разных цветах они очень классные но сколько комплиментов я получила за вот эту с 3d принтом вы себе не представляете кто бы ни зашел там соседи у нас постоянно ой какая классная наволочка что-то в этом есть она притягивает взгляды наверное даже и не нужно чтобы она была полностью расшита она и так выглядит очень интересно сегодня у меня по плану сливовый пирог с тестом которое я показывала в прошлом году в яблочном пироге рецепт не мой но он фантастический хочу попробовать сделать со сливами добавляю сюда немного крахмала где-то полторы столовых ложки я люблю когда много начинки пироги поэтому слив у меня ну так в среднем можно сказать добавлю если это будет необходимо если мне хватит тесто корица можно взять или подсластитель какой-то или же сахар перемешиваем 70 миллилитров воды будем кипятить 70 миллилитрами растительного масла нас и раскатываем немного подсластителя можно и без этого и корица выкладываем начинку это галета печется быстрее и проще вообще любого пирога вы обязаны это попробовать с яблоками со сливами как хотите вот у вас домашнее задание и все заворачиваем края бортики смажу желтком а моя вкусная и простая в приготовлении галета готова я запекала ее 25 минут при температуре 200 градусов самый обычный режим она так красивенько подрумянилась теперь жду когда она остынет и немножко остынет мой чай и у меня сегодня будет маленький перекус а галета будет ждать моих мужчин с работы и со школы хотела показать вам насколько много здесь начинки хотя галета сама по себе маленькая так что на один раз на семью или сразу готовьте двойную порцию видите тесто тонюсенькое совсем но оно не промокло хорошо отрезался кусочек а сверху хрустящие вот такой у меня сегодня десерт к чаю так 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 мне пришла новая сумка которую я заказала на заланда хотя это не бренд который продается только там сейчас откроем вообще мне нравится сумка такого сливого бордового цвета и я бы ее конечно купила с удовольствием немножко давит жаба 1000 евро получается где-то может 1000 долларов в зависимости от того где покупать но хочу ее где-то потрогать в реальности хотя моя настя говорит что она просто восхитительная и гораздо лучше многих более таких люксовых премиальных брендов хотя 1000 долларов как бы это тоже знаете ли 1000 евро это тоже не бюджет я хотела себе красную сумку мил мил но после того как я купила себе заровскую да это не то же самое далеко но я поняла что красную я все равно не так часто беру и боюсь что с какой-то сливовой или с бордовой может быть очень похоже прикольная вот такая сумка лаковая не поверите это pull and bear классно за счет того что она очень лаконичная смотрится дороже чем она стоит на самом деле и вот если тоже соображу что беру часто а мою бордовую сумку но я не могу сказать что я ношу прям знаете максимально часто именно поэтому я вот никогда не покупаю что-то там к определенным нарядам если я вижу что сумка подходит буквально ко всему только тогда покупаю что-то хотя последние два года сумки это последнее во что мне хотелось бы вкладывать деньги вот знаете просто так поэтому я достаточно интенсивно все продумываю что скажете ведь она такая чисто на плечо под мышку выглядит она прикольно внутри одно отделение кармашек еще и кажется вместительной и она знаете вот такая свекольная вот даже не сливовая не бордовая как свекольная и она имеет более глубокий оттенок чем моя бордовая которая у меня есть это конечно же не кожа девочки какая кожа это трикотажное платье я купила очень недорого в конце летней распродажи она хорошо тянется у него на самом деле такой светло-бежевый оттенок просто сейчас солнце еще и такое ближе к вечеру поэтому за счет заката буквально кажется желтее чем на самом деле и вот вместе с этой сумочкой очень даже выигрышно смотрится она полностью застегивается до низа платье длинная на мне буквально макси и я бы с удовольствием даже сейчас так ходила на 1 сентября вырядилась ну блин мне было жарко пришлось переодеться пока ждала детей со школы и на мне еще и вот такие сливовые балетки чуть оттенок отличаются но все равно вместе по моему очень даже буду пытаться составить наряды с этой сумкой и возможно потом закажу себе и подороже завтра я еду в закопаны наверное поеду сама хотя томик предложил меня отвезти но я как-то говорю вроде у меня силы есть сгоняю туда обратно на один день если успею то я что-то поснимаю мне нужно добраться туда к середине дня к первому часу поэтому я особо спешить не буду и спокойно смогу вернуться после а еще в закопанном есть клиника которую мне рекомендовали и там очень хороший лазер где я могла бы убрать сосудик который у меня лопнул я убирала его здесь лазером раза два наверное ну то есть он закрывался и какое-то время его не было а потом снова я уже настолько задолбалась что я оставила эту тему и думаю раз я буду в закопанном то тоже возможно подойду в клинику чтобы мне его там быстро прижарили но это настолько близко к глазу девочки это настолько неприятно когда тебе там что-то знаете как зажигалкой стреляют и помню последний раз я рыдала поэтому не особо хочется но я попробую а там будет видно так что завтра мы с вами едем еще и в закопанное мммм so sweet как приятно вроде такая мелочь но Томак помыл мне машину снаружи и внутри чтобы вы понимали он вот знаете такая мелочь мне очень приятно Томак помыл машину снаружи и внутри и чтобы вы понимали он не просто фанат чистоты если он берется за уборку где-либо то равных ему нет с ним не сравнится ни одна клининговая компания ни одна автомойка и даже когда я сама убираюсь это не одно и то же если убираться он я как раз возила детей там на пляж собаку к ветеринару потом вот эта операция в общем не было не до уборки а он не предупреждая он знал что мне в дорогу у меня чё камень попал на лобовое блин ну это капец еще этого не хватало у меня треснуло лобовое стекло немножко но приятного в этом однозначно совсем ничего нет не то чтобы мало а прям совсем ничего нет ну ё-моё и наверное для тех кто не живет в Европе сложно понять то что женщина сама носит чемодан сама моет себе машину сама меняет себе резину там на зимнюю или на летнюю или вообще занимается такими вопросами у нас все зависит от ситуации если мой муж на месте то я могу попросить его это сделать он вообще записывает себе все в телефон и иногда меня даже не оповещают он просто делает это но мне самой даже кайфово быть такой знаете самодостаточное в этом плане потому что ну жизни бывает разное и это не только развод вот я помню когда у меня родители оба были живы многими вопросами занимался папа и когда папа не стало то маме было очень сложно и конечно не дай бог но девочки лучше в этой жизни знать как выкрутиться или хотя бы иметь знакомых которые тебе помогут и так далее поэтому я где-то там знаете тоже не отказываюсь от какой-то такой около бытовухи и от каких-то моментов в которые хотя бы нужно немножко вникнуть чтобы понимать что с этим совсем делать если не дай бог что сейчас собственно говоря я еду в закопаны у меня два часа езды муж предлагал меня свозить и привезти он еще интересовался смогу ли я сама вернуться потому что одно дело там два часа в одну сторону а потом еще и обратно столько же а если учитывать пробки то и того дольше но я не очень люблю себя жалеть чем долго я нахожусь в состоянии не стояние и прокрастинирую ничего не делаю даже по мере возможности я просто закисаю в этом состоянии поэтому мне нужно хотя бы немножко шевелиться и когда я чувствую в себе силы на что-то я это делаю я в принципе не люблю когда меня жалеют я начинаю жалеть себя сама ну как иногда сочувствие какое-то тоже можно проявить но когда это долго и постоянно я потом начинаю сама себя жалеть и мне очень сложно вернуться к вот это какой-то своей реальности и какой-то рутине поэтому еду я никуда не спешу все будет нормально вернусь а вот лобовое стекло меня сегодня знатно расстроило очень не люблю когда что-то не зависит от тебя она просто напросто происходит и усложняет тебе твою жизнь и 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 а и и и и и и Эru и и и эти и и говори и и и и все и на сил не хватило супа оставила место для креветок буду ехать домой хотя не хочется остаться бы хотя бы на дня два успела также сходить на консультацию в клинику где сняла буквально только два кадра по поводу закрытия вот этого лопнувшего сосуда мне сказали не трогать его он маленький у меня не беспокоит и у них также на лазере который хорошо закрывает все это нет такой маленькой насадки она в принципе не существует а лазере которая доступна например в кракове они недостаточно мощные это все до одного места то есть можно закрыть но все равно через пару месяцев он вернется поэтому говорит не трать свои деньги и вообще доктор настолько грамотная пани аня возможно вы меня смотрите из этих краев она не просто знаете там спросила что ты хочешь сделать там она расспрашивала меня по поводу каких-то генетических там даже заболеваний по поводу моих обследований смотрела результаты анализов крови поехала я домой сегодня родительское собрание на которое я к сожалению не успеваю и буду помогать еще детям с домашним заданием вообще по закону в польше нельзя задавать домашние задания то есть даже в государственных школах домашки как бы нет в нашей школе все равно там несколько примеров по математике уже чтение и я сейчас игнату немножко помогаю с английским нужно поднатянуть его и захар сейчас читает книгу с которой я ему точно не помогу какая-то балладина она вообще в программе 7 или даже 8 класса почему они читают ее в пятом я понятия не имею и там каждое третье слово он не понимает потому что это какой-то там вообще язык польский такой типа как старо польский очень сложным языком это все написано и я посмотрю что там но вчера он так возмущался говорят мама я прочитал три страницы я поставила себе цель 30 в день говорят я прочитал три страницы я половину не понял поэтому сейчас папой будем сидеть вникать наверное я помню как я в школе читала какие-то произведения тоже написаны сложным языком или стихи тоже не всегда можешь понять вообще чем суть иногда просто тупо заучил чтобы это все там сдайте рассказать на какую-то оценку вот она так быстро забывается и я думаю что эту книгу он тоже потом со временем забудет и будет вспоминать только как страшный сон у меня два часа дороги обратно где мы умные очки вот я вожу за рулем в очках и мне уже пора бы поменять здесь стекла потому что они чуть поцарапанные увидимся уже в кракове хоть за окном еще и не в полной мере ощущается осень я надеюсь вам было приятно провести со мной это время и окунуться в мое начало осени я всех была очень рада видеть не забывайте поставить пальчик вверх и встречаемся совсем скоро пока пока